Центральный парк города «Видное время» без пяти минут десять. В ворота парка входят те, кто сегодня решил принять участие в тренировке клуба скандинавской ходьбы. Для кого-то ежедневный утренний обряд – это чашка крепкого кофе и сигаретка. Не самые полезные вещи. Эти люди за здоровый образ жизни, свой день, они начинают с разминки. Тренировка имеет четкий график, впрочем, как и у профессиональных спортсменов. Он сформирован таким образом, чтобы нагрузки наращивались постепенно. Вращение стопой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующий этап – собственно, ходьба. Участники тренировки проходят около трех тысяч метров вокруг парка. Затем опять уже более усиленные упражнения и снова ходьба. И последнее у нас – это когда мы свое состояние тела приводим в состояние покоя. Чтобы у нас, знаете, нормализовалось дыхание, чтобы наше тело успокоилось. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие», которая действует на территории Подмосковья с 2019 года, люди старшего поколения имеют возможность не только получать заряд бодрости, но и поднять настроение и пообщаться, и с пользой провести время. Я довольна, что я не сижу дома на табуретке и не встречаю какую-то свою пенсию старость. И общение дает, и здоровье дает. Ну, просто мы вот счастливы, что мы ходим на палках. Прекрасно себя чувствую. Благодарю всех наших волонтеров и преподавателей, тренеров. Прекрасно, прекрасно. Очень хорошо. Погода не помеха. Спортсмены, любители скандинавской ходьбы посещают Центральный парк города Видное круглый год. Если вы любите начинать свой день с физических упражнений, приходите в парк, несмотря на то, что губернаторский проект называется «Активное долголетие». Здесь рады всем. Есть? Что-то я проснуться никак не могу, надо кофе выпить. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.